День российского предпринимательства в Десногорске В Смоленске ликвидирован наркопритон Сводка криминальной обстановки в городе А сейчас об этих и других событиях подробнее. Желтый уровень опасности объявили в Смоленской области на 29 мая из-за грозы. Об этом сообщается на сайте Гидромедцентра Российской Федерации. Надо отметить, что при желтом уровне погода потенциально опасна. Кроме Смоленской области, желтый уровень опасности объявлен в Московской, Владимирской, Воронежской, Ивановской и других областях. В 2007 году указом президента утвержден праздник для российских предпринимателей. В Десногорске этот день отмечается так же, как и по всей стране. О том, как чествовали предприниматели в этом году, мы расскажем в нашем первом сюжете. Деятельность предпринимателей, как в сфере торговли, так же и в предоставлении бытовых услуг, очень велика в нашем городе. В канун профессионального праздника Дня российского предпринимательства глава города Андрей Шубин пригласил в общественную приемную предпринимателей, которые не только оказывают десногорцам различные услуги, но и активно участвуют в общественной жизни города. За вклад в развитие муниципального образования города Десногорск, Смоленской области, общественных и благотворительных деятельностей, оказание помощи муниципальным бюджетным учреждениям, муниципального образования города Десногорск, Смоленской области, в связи с празднованием Дня российского предпринимательства, наградить благодарственное письмо по роду муниципального образования города Десногорск, Смоленской области, в следующих субъеках малопредпринимательства города Десногорск. Каждому предпринимателю Андрей Николаевич вручил благодарственное письмо. Завершилось собрание чаепития. Глава попросил гостей задавать ему вопросы, и он на всё ответил. Особенно Андрей Николаевич заострил внимание на взаимное сотрудничество в общественной жизни нашего города. Десногорская детская библиотека в третий раз за последние 10 лет стала победителем среди библиотек области в номинации «Библиотечные инновации в работе с детьми» в областном конкурсе «Библиотека года». Этот конкурс стимулирует новаторскую деятельность библиотек, выявляет, изучает и продвигает инновационный опыт библиотек региона, творческие проекты, а также повышает общественный престиж библиотечной профессии и её социальную востребованность. По решению конкурсной комиссии заявка Десногорских библиотекарей, потому что не всё в интернете, правда, признано лучшей. Первоклассники 4-й школы отметили благополучное завершение учебного года туристическим походом. Подробности далее. Настоящий спортивный праздник организовали педагоги и родители учеников первых классов 4-й школы Десногорска для своих детей на скалодроме. Помогли им в этом друзья работающие в ООО «Полимер». Этим самым мы привлекаем детей к активному виду отдыха. Соревнования состояли из восьми этапов. Ребятам пришлось показать, как они умеют держать равновесие на качающемся бревне, какие они быстрые в эстафетах на самокатах и на верёвочной переправе, продемонстрировать смекалку при преодолении болота по кочкам. Также юные спортсмены смогли поиграть в футбол и давно забытую игру городки. Своими эмоциями от спортивного праздника ребята поделились с нами охотно. Это очень круто, это очень занимательно, это очень весело. Препятствия трудно проходить, но очень интересно, это очень занимательно и познавательно. Было всегда трудно, потому что здесь всё на время. Родители тоже довольны, что праздник для детей получился. Всё организовывалось силами и трудами родителей, помогали им и их друзья. И праздник в нашем городе организовать вообще довольно сложно, так как инфраструктура не очень развита. Они молодцы, придраться не к чему, разве что немножко холодно, погода нас решила немного подвести. И так всё хорошо. Все участники турслёта были награждены почётными грамотами. А в завершении весёлых эстафет всех ждал ароматный фирменный плов от Амира Волкова, приготовленный на костре. В Смоленске стартовал 60-й Всероссийский музыкальный фестиваль имени Михаила Глинки. 26 мая известный творческий форум открыло выступление Академического симфонического оркестра Беларуси. 60 лет назад фестиваль появился по инициативе народного артиста СССР Ивана Козловского. В 1957 году, выступая на Смоленщине с концертом, приуроченным к столетию, Михаила Глинки он предложил ежегодно проводить большие праздники в честь композитора. 4 июня фестиваль продолжится в имении композитора Новоспаском. Завершится праздник 5 июня. Житель Смоленска предоставлял свою квартиру для изготовления и потребления запрещенных средств. В момент визита оперативников в комнатах помимо хозяина находились еще двое мужчин с явными признаками наркотического опьянения. В ходе обследования помещения полицейскими обнаружена и изъята смесь, содержащая в своем составе метадон и дизаморфин, а также предметы и вещества, используемые для изготовления и потребления наркотических средств. В настоящее время отделом номер 2 Следственного управления УМВД России по городу Смоленску возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса. Организация либо содержания притонов, или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, и незаконное хранение наркотических средств. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данных статей, лишение свободы на срок до 4 лет. Дорожные полицейские поймали 20 затонированных авто. В регионе прошла акция «Чистое стекло». По мнению сотрудников ГИБДД, тонировка стекол является одной из главных причин дорожно-транспортных происшествий. Водителям автомобилей, у которых была нарушена норма светопропускания света, было предложено на месте устранить данное правонарушение. Косавтоинспекция напоминает, что допустимая норма в соответствии с техническим регламентом составляет не менее 70% и призывает всех участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению требований правил дорожного движения. Штраф за нарушение – 500 рублей. Также в Смоленской области проходит профилактическое мероприятие «Чистый знак». Госавтоинспекторы вышли на дороги региона с целью выявления водителей, управляющих транспортными средствами, загрязненными, измененными, либо подложными государственными регистрационными знаками. Согласно требованиям правил дорожного движения, государственные регистрационные знаки транспортного средства должны быть читаемы, то есть быть ровными, с хорошо пропечатанными буквами номера и серии, а также кодом региона. Профилактическое мероприятие продлится до 1 июня. О том, что произошло в Десногорске за минувшую неделю, нам расскажет майор полиции Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 120 сообщений о происшествиях. Из них 4 сообщения о преступлениях. Зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 161 административное правонарушение, в том числе нарушение правил дорожного движения 116. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлечены 3 человека. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 26 человек. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания.